Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, как я подключил панели, вот этот вот массив, что за мной. И как я уже успел спалить один из моих вот метров. Правда, не новый, старый. Но обо всем по порядку. Итак, подключил я уже вот этот массивчик. Такой вот красавчик, да? Особенно мне нравится вид вот так вот. Ах, лепота! Вот, и что интересно, что интересно, сейчас попробую из близка показать уже сколько на них пыли. Это же я их ставил. Буквально-то две недели назад мы их столяном ставили. И вот, посмотрите, что уже на них делается. Это просто ужас. Видите? Пожалуйста. Видите, сколько пыли. Это ужас просто. Откуда она берется, эта пыль? У меня тут вроде бы ни дороги никакой нету. Ничего. И вот даже где капала, видите, да, капала вода, ну, дождик такой был. Она как-то приклеила эту пыль. Вообще приклеила. Вот. Она не моет, получается, дождь, панели, а еще больше приклеивает к ней вот эту пыляку. Ну, это вообще. Ну, тут, конечно, мыть их проще. Тут сделаю шваброчку. Вот. Трехметровую. И мне их хватит помыть. Тут нормально будет. Шлангом. Тут у меня полив есть. Речки на огороде. Буду поливать и мыть. Если надо будет, конечно. Итак, как я их подключил? Вот. Покажу сейчас для тех, кто надумает, может тоже так использовать солнечный массив свой именно для экономии, а не для автономии. Чтобы получить с этого массива 220 вольт по стоянке. Это для активных нагрузок. Активных нагрузок там я запитываю обогреватели, тэны, бойлеры, спирали. Вот это все можно запитывать от панелей напрямую. Если подключить их последовательно по 7 штук. Вот у меня стоит 2 ряда по 7 штук. Это может кто-то первый раз смотрит, объясняю. 2 ряда по 7 штук. Это в нижний ряд 7 штук и в верхний ряд 7 штук. Вот эти вот 7 панелей нижних и верхних надо подключить последовательно. То есть так как они предназначены подключать производитель вот если сюда посмотреть коробка вот провод вышел вот он пошел и в следующий следующую коробку. То есть самым ближним путем без всяких там дополнительных каких-то параллельных соединений это последовательно все подключается. 7 панелей по 36 вольт холостой ход 32 на поднагрузкой получается у нас вот эта цепочка с 7 панелей вот ну то есть вот минус например последовательное подключение минус мы подключаем на плюс следующий вот так и у нас получается в цепочке 250 вольт холостого хода ну при нагрузке оно проседает как раз там где-то до 220 так вот нормальное напряжение как раз такое как надо нам для вот этих вот бытовых потребителей активных нагрузок это я уже сказал бойлер тены спирали и все такое подходит это все то есть для этого не надо никакой инвертор никакие КБ простенький контроллер сейчас я покажу какой и все оно будет работать для экономии это то что надо не надо никакая трансформация потери вот эти все превращения этой энергии вот короче подключили мы 7 панелей нижних последовательно 7 верхних теперь нам надо соединить эти два массива параллельно параллельно то есть у нас получается вот с крайней панели вот этот провод свободный вот он вот этот свободный остается у него уже некуда просто подключать все уже край и с этого массива тоже получается свободный тут у нас минус свободный там у нас плюс но нам надо подключить минус верхнего массива минус верхнего на плюс ой на минус нижнего это параллельное соединение параллельное соединение минус к минусу плюс к плюсу То есть вот здесь у меня минус верхнего массива, а с той стороны минус нижнего массива. И мы их оба соединяем. То же самое мы делаем с плюсами. Плюс нижнего массива, вот он плюс, вот этот вот провод, мы соединяем с плюсом верхнего массива. Сейчас я покажу это с этой стороны. А, вот я еще покажу, как я их соединил, чтобы не бегать. Вот, вот этот провод, который идет, например, минус верхнего массива. Я вот болтиком вот тут скрутил. Такое вот соединение, ну, довольно надежное. Потому что у меня тут алюминий, вот это алюминий, а вот это медь. Ну, спаять как-то не получится это все. А болтиком нормально, и соединение хорошее. То же самое я протянул край с нижнего массива. Вот сюда вот. О, вот, вот оно. Здесь у меня соединяется вот это все. Вот, параллельно. То есть два поля, понятно, по-моему, да, как соединять. Два поля, нижнее и верхнее, мы соединяем. Параллельно, не последовательно, а параллельно. У нас, получается, остается напряжение 220 вольт, ну, под нагрузкой примерно. То есть то, что нам и надо. А ток умножается на два. То есть просадить такой массивчик будет непросто. Даже если и солнце не очень есть. О, ну и все. И вот этот кабель у меня уже пошел к дому. Вот, что мне, кстати, нравится вот этих высоковольтных соединениях, что обычный вот такой вот, это алюминиевый, кстати, кабель. Вот, видно даже, да? Обычный алюминиевый кабель, 4 квадрата, вот это жила, вот это 4 и та 4. 2 на 4 квадрата. Вот, он выдерживает вот такую вот нагрузку 4 киловатта. И не надо ничего тут такие толстые какие-то заоблачные провода. Вот кабель пошел к дому. Ну, где-то метров 20 у меня до дома. Вот, ну, там еще по крыше метров 25, наверное, всего будет. Вот, что не надо. Вот эти вот толстые провода такие дорогущие. Для, вот если бы я это все подключил параллельно, то это капец. Это мне надо такие, как палец, медные провода. Они бы стоили тут, я не знаю, ну, наверное, не тысячу гривен, наверное, но еще больше. А так вот этот вот провод алюминиевый, 4 на 2, по-моему, 4 гривны метра. Вообще цена смешная. 4 гривны метра вот такого вот кабеля. Двойная изоляция тут идет снаружи. Черное это для улицы. Солнце его не палит. Вот, вот так вот я соединил. Короче, я думаю, понятно. Для новичков, да, вот, соединяем панели в каждой ряду по 7 штук последовательно, так как они должны быть подсоединены по коробках, по задуму производителя, так сказать, панелей. Вот, они предназначены именно для последовательного подключения. Вот, соединяем верхние 7 штук с нижними 7 штуками. Вот, параллельно. То есть, минус к минусу, плюс к плюсу. И у вас получается 220 вольт под нагрузкой. Так, идем теперь посмотрим в дом, как я спалил свой вот метр. И так, вот мы возле моей новой щитовой. Вот этого у меня сверху щитка не было. Просто был вот этот ящик с вот этим контроллером. Ну, про контроллер солнечный смотрите другие видео. Там есть у меня плейлист. Кто не смотрел, как пользоваться панелями. Солнечная электростанция без инвертора и АКБ. Плейлист называется. Вот, я, наверное, ссылочку на него оставлю под этим видео. Там, как этот контроллер работает. Все там эти видео. Там куча есть видео всяких. Вот. И вот собрал я такое на железном листе. Это, короче, дверка от этого шкафчика, между прочим. Вот. Ну, что там мне говорили, что, ну, на дереве это неправильно. Я, в принципе, согласен. На дереве это неправильно. У меня тут вшито досками. Так что, лучше, конечно, чтобы это все на железе было. Вот. Кто знает, что там оно будет и как оно будет себя вести. Лучше перестраховаться. Итак. Подключил я вот это вот у меня верхний вот метр. Это живой. Этот я еще не спалил. Этот вот метр, это у меня трекер. Вот я подписал буква Т. На земле тут что стоит, где мы только что были. А нижний вот метр, это крыша. Буква К. Вот. Его уже спалил. Вот видите, он уже не работает. Все. И воняет. Вот. Но я его еще разбирать буду. Может быть, я его еще и поремонтирую. Конечно, жалко вот метра. Такой неплохой был. Хотя он и врал немного. Он до 10 ватт, кстати, вот этот старый мой вот метр, он вообще не считал, он не видел до 10 ватт нагрузку. Вот этот вот считает до 10 ватт. Вот сейчас вот мы посмотрим. Ну, он, это поле сейчас у меня отключено. Вот. Контактор. Контактор. Автомат. Вот этот включает вот эту нагрузку. Этот включает вот эту. Или отключает нагрузку. То есть, у меня идет, получается, вот, заходит у меня поле трекер. Там, где мы только что были. Вот. И заходит поле с крыши. Тут я медный поставил кабель 2х4. Тут я уже сэкономил, поставил алюминиевый 2х4. Ну, и он, в принципе, и не нужен. Я нормально, он себя чувствует при такой нагрузке и таком напряжении. Вот оно зашло, получается, через вот такие вот клеммнички. Здесь зашло, здесь зашло. Прошел минус через ваттметр на автомат и уже соединилось. То же самое с этим. Поле зашло, через ваттметр прошел. Потом на этот вот автомат и тоже. То есть, короче, у меня вся мощность двух полей сходится на вот этот вот клеммник. Но этот клеммник мне не нравится. Он такой довольно слабый и для 8 киловатт. Для 8 киловатт, как бы, ну, вот эти вот по 4 тут будет проходить максимум, конечно, 4 киловатта. Он еще пойдет. А вот этот вот 8 уже тут, конечно, нет. Но это я временно. Тем более, что я сейчас пока что трекер не использую. У меня даже и нагрузок на него нету. У меня рассчитаны все нагрузки на один массив на крыше. Поэтому вот этот массив, то, что мы поставили недавно, он еще практически не нагружен даже. Нет на него нагрузок. Ну, до зимы я это все сделаю. Вот, как бы, уже буду готов к следующему зимнему отапливаемому периоду. Ну, что я вам скажу, довольно-таки неплохо греться панельками. Мне понравилось. Такая помощь очень неплохая для теплового насоса. Тем более, что, если учесть, что подорожает еще и электроэнергия, то, как бы, тепловой насос будет больше есть с кармана. А, ну, на солнечную энергетику, конечно, рассчитывать в плане отопления только на солнечную энергетику, как основную, приоритетную, не стоит. Ну, что солнце это такое, знаете, оно сегодня есть, завтра его нет. А вот, как вспомогательное, в помощь для теплового насоса, печки, там, дровяного котла, твердотопливного котла, как вспомогательное, очень даже и неплохо. Очень даже и неплохо. Мне нравится. То есть, когда есть солнце, мне тепловой насос, как бы, включать даже и не надо. Даже и не надо. Я думаю, то же самое будет зимой. Ну, что коллектора солнечного и панелей 8 кВт вполне хватит в солнечную погоду. Я думаю, даже в любой день года, это даже и ноябрь, и декабрь, этой мощности хватит коллектора и панелей для отопления моего дома. Вот. То есть, у меня, ну, сейчас пока что вот так вот я пользую. У меня зеленого тарифа еще нет, хотя я к этому стремлюсь. И всем советую, так сказать, это наши системы солнечные, они будут эффективнее в разы подключением к зеленому тарифу. То есть, даже не то, что в плане зарабатывания денег, а в плане эффективности использования наших солнечных электростанций. Это сразу, вот, например, вот здесь вот у нас без зеленого тарифа, без сети, да, эффективность. И вот здесь вот сразу вырастает это с этим зеленым тарифом. Это, ну, это несравнимо даже. Поэтому все мы должны, альтернативщики, стремиться к этому работе в паре с сетью. Я так это считаю. Такое мое мнение. О, и так. Как же я спалил вот этот вот нижний ваттметр? Вот. Ну, подключил я это все, соединил. Вот. Сюда я вставил тоже, вот здесь вот питание у него отдельное, видите, 12 вольт. И сюда я тоже вставил вот это вот питание 12 вольт у меня было. Но аккумуляторы у меня, ну, старые вот эти вот убитые, я не знаю, видно их тут или не видно. Это с велика у меня тут эти аккумуляторы. Вот. Я как бы подключил один ваттметр к этому аккумулятору, а другой к этому. Ну, чтобы немного распределить нагрузку. Ну, что аккумуляторы довольно дохленькие. И получилось у меня, что они у меня как бы соединены последовательно, эти аккумуляторы, для зарядки. То есть 36 вольт это у меня. Тут зарядка идет тоже 36 вольт. Ну, от велика это все. Вот. И у меня получилось, что отсюда досюда у меня 24 вольты. Короче, что-то оно тут замкнуло внутри вот этого нижнего ваттметра. И начал гореть вот здесь вот, видите, плавится вот этот черный провод минусовой. Понимаете? То есть что-то там замкнуло, произошло какое-то замыкание. Он начал греться. Вот. И в конце концов он отгорел даже. Ну, благодаря тому, что он тоненький такой, видите, волосок. То он просто отгорел. И у меня этот ваттметр работал на одном красном проводе. То есть вот этот вот один красный провод был подключен. Этот отгорел, отпал вообще. Вот. И ваттметр продолжал работать. Я не понимаю, как он вообще работал. Я так подозреваю, что как-то происходит переток из этого ваттметра на этот через вот этот вот провод. Это его плюс, плюс этого ваттметра. Это минус проходит через ваттметр, он ее так меряет. А плюс ему нужен тоже, наверное, для измерения. Как-то оно проходило через вот этот, я не понимаю, как оно там проходило. Но это я вечером все подключал, пока не было солнца. И оно так работало как-то с одним вот этим вот красным проводом. Вот. Потом днем тоже оно все работало. Вот. И вот сегодня я пришел к нему. И вот так вот он у меня так работал. Стоял, все нормально показывало. Короче, все тут нормально складывается. С утра работает этот поле. После обеда это. Оно всегда складывается мощность. Все прекрасно. Напряжение уравнивается тоже. Если вот этот, сейчас вот я выключил вот этот, видите, да? 250 вольт сейчас у меня здесь. 250 вольт. Вот. То есть здесь, конечно, меньше было бы. Но я могу сейчас вот включить вот это поле, включить. И мы посмотрим, как оно просядет и какая пойдет мощность. О! Что оно заедает что-то у меня этот. Вот. Оно, видите, стало 238. 5 ампер с него идет. Ну, это много для моих обогревателей. Вот сейчас идет кило 200 почти. Кило 200. Ну, у меня просто нет нагрузок сейчас. Мало нагрузки. Поэтому такое напряжение почти холостого хода. Видите, 240 вольт. Ладно, выключим мы этот. Вот оно. Я его выключил. Сразу напряжение подскочило и по нулях. Чтобы обогреватели еще не погорели от такого напряжения. Вот. И я, короче, пришел и выключил вот этот вот контакт. Автомат. Выключил я его. Вот. Посмотреть, сколько просто вот это поле будет давать. Кстати, вот этот автомат довольно сильно греется. Мне это не нравится. Вот. Короче, надо, наверное, ставить обычные... Ну, не обычные, а для автомата для постоянного тока. Ну, что это вот эти вот что-то, оно не то. Или он уже там подпаленный. Или что, оно греется. Он так довольно горячий. Да. Буду заказывать тоже автоматы постоянного тока с Алиэкспресс. Сюда. Ну, что это не годится, наверное. Оно работает. Ну, что-то мне не нравится. Вот этот греется. Этот почему-то нет. Ну, даже когда он работает. А этот... Или это такой автомат. Вот. И выключил я этот массив, короче. Этот оставался работать. Тут что-то в этом вот метре зашкварчало. Завоняло. Пошел дым. Ну, и, короче, он заморгал, заморгал. И потух. Вот. Я отсоединил с него плюс. Вытащил вот эту вот нагрузку. Питание автономное. Аккумулятора питания вытащил. Ну, все равно он уже... Потом я включил опять же вот это питание. Подпаял черный провод опять. Потому что один там был. Вот. И он там все равно получается замыкание. Какое-то замыкание. Вот через вот эту вот именно цепь. Вот. На аккумулятор. Замыкает аккумулятор. Через ваттметр. Что-то ваттметре уже там замыкает. Не знаю что. Вот. Поэтому оно сразу проседает напряжение на аккумуляторе. Вот. Через вот эту вот нагрузочку. Не нагрузочку, а питание. Что-то вот в этом гнезде или там. Ну, короче. Такая вот ерунда получилась. Жалко, конечно, ваттметра. Они сейчас не дешевые почему-то стали. Вот этот вот я старый брал за, кстати, за 300 гривен. А этот новый уже 400. Вот как-то так. Ну, короче, все. Кончается время. Пишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Буду заказывать новый ваттметр, наверное. Все. Всем пока. До следующих видео.